Добрый вечер! Мы продолжаем наш цикл лекций о 13 основ Торы. Мы с вами на основе так называемой Невуа. Это шестая основа. И так как мы достаточно продвинулись уже, сказали с вами очень важную следующую вещь. Абан говорит так, что любое пророчество, которое получает пророк, все это как происходит. Помните, мы читали об этом в Мишнатура? Как все это происходит? Ну, кто запомнил, товарищи? Это не было риторическим вопросом. Я хочу узнать, помним мы это с вами или нет. Невуа, как происходит? Первая попытка. У кого во сне происходит? У кого? Так. Мушарабену наяву получал. Так, осталось. Мушарабену это что-то было отдельное. Давайте простые все остальные, кроме Мушарабена. Как это все происходило, мы с вами говорили. Тогда идут спать. Или же они идут спать. В обморок падают. Либо они падают. В обморок падают. И начинаются вот эти вот видения. Видели, видели они получают? Каким образом видели? Это может быть... Они получают это что-то вроде... Могут получить это либо с загадками. И эта загадка может сразу отгадаться им. Либо только лишь разгадка им дается. Либо и то, и другое. Либо только с загадкой и больше ничего. Вот, допустим, как Яко Авин увидел лестницу, по которой поднимались и спускались ангелы. Так? Помним это прекрасно. И все остальные так же. Так далее. Как Аврагам Авину, как он были разделены, жертвоприношения, и между ними прошелся какой-то дым. Что-то вроде паровоза. Так прошелся между ними. Это может так быть. Йосеф Ацадейк. Йосеф, он не был пророком. А вот то, что он... Это были сны. Да, это сны были, но это он не был пророком. Это раньше не пророков? Нет, нет, нет. Это не были пророков. Это были сны. Мы дадим как-нибудь до этого тоже. Интересно. Это не здесь. Все это было так называемо в видениях. Но здесь Арамбам говорит следующее. Опять-таки мы говорим только лишь о его версии. Мы дойдем еще до остальных. Но как мы учим по его книге, так что он это объясняет следующим образом. Таким образом говорит так. Мы с вами говорили на тему, что у Бога нет абсолютно никакой все физика, что можно приписать. Этого нет. Нет никакой атрибутики, нет никакой абсолютно ничего. Никаких эмоций, которые подвластны, что-то физик. Такего нет. Мы с вами сказали как-то расследование. То, что если человек хочет думать, то, что и ангелы, как мы с вами ходим, и то, что грядущий мир, таким, как он описывается у некоторых, что там и дворцы стоят золотые, и шашлык каждый день жарят. Пожалуйста, ты можешь в это думать. Ты можешь считать, что так это все происходит до тех пор, пока мы с вами не трогаем без физического, как и даже брюху. До тех пор, пока это не доходит, это нормально, думай все что угодно. Если рабам говорит следующее, он говорит так. Это уже говорит во второй главе, во второй части, он говорит следующее. Все, абсолютно все видения, которые мы с вами встречаем в Торе, когда видели ангелов, малах и так далее, все это было в пророческом видении. Как, как, например, помните как? Билам. Билам. Аврагам Авину, когда он встречает трех ангелов, которые приходят к нему, они у него сидят, так, он накрывает им на стол, там, на Дастархан, как угодно. Что это было все? Если бы поставили телекамень, ничего бы не увидели. Все это было бе марэ ганивуа, все это было духовно. Все это было духовно, да, все это, говорит Рамбан, все это было видение, пророческое видение. Везде, где вы видите, где встречается ангел. Это значит тоже. Пойдем дальше. Все, что происходило с Лотом, когда с дом в Амурак, к нему пришли ангелы, и так далее, и тому подобное, то, что вышел оттуда, да, так это было. То, что там было с дом в Амурак, и в Хад, то есть было с дом в Амурак, это тоже так. То, что его жена превратилась там в соленый стоп, это да. Но как-то кирих, ангелов там и не было. По поводу Лота, народ смонтовался, так сказали, давать этих ребят сюда, если ты их не дашь, ангелов не было там, не было там. Так что это было? Это все было Морейна Вуа. Все это было... Так народ же видел. Одну секунду. Все это было пророческое видение врага Мавин. Все это было пророческим видением. То, что он вышел, это было действительно так, то, что он был спасен, тоже так. Но все, что связано с ангелами, говорит Арамбам, все это происходило в пророческом видении. Пойдем дальше даже. А у Лота не было этого пророческого видения? Он не был пророком. Так они к Лоту что-нибудь приходили, он таково заводил домой. То, что он был спасен, да, он был спасен, но никого, никаких ангелов не заводил. И не видел. Это не видел. Все это было пророческое видение, так говорит Арамбам. Все ангелы. Ты не можешь видеть ангела. Ангел это не человек, который так летает красиво с крылышками, так, прилетает, тук-тук, столько в окошко, здравствуйте, да я ангел, будьте здоровы, до свидания. Такого нет. Все, что описывают наши пророки, даже в книге, в пророках, так, в пророках, все те ангелы, которые вы видите, нет, никто их не видел, в стиле камень, невозможно было сфотографировать тоже. Все это было видение. Либо пророческое видение, либо видение гораздо. поговорим с вами потом еще, на следующем уроке будут, какие уровни бывают в пророках, какие уровни бывают в рухах, кодыш, поговорим об этих, есть тоже степени. Как вы говорите, они приходят в физические. Нет, нет, нет. А что тогда то отписывают? Они существуют, но не в физическом виде. Видение? Это было видение, пророческое видение? Чье именно? Вот допустим, как это было в рамках, как Яков, когда спускается ангел, это было видение, когда это было видение. Биль-Ам! Мне непонятно, вот ситуация с Лотом, когда во дворе собралось, когда во дворе собралось, все это было видение, не было этого. Видение все это было. Так, но в Туре же это описывается. Прекрасно это было. Описывается видение, а врагам увидят, да, прекрасно. Что, в чем проблема, не понимаю? Нет, просто я как-то не мог... Видение, значит, нереально. Не понятно, совсем так. Барухаттал, да. Мы видели ангела и остались живы. Шимшон, когда родился, к нему к маме и к папе пришли ангелы. Кто-кто? Шимшон. Шимшон. О! Ты это тоже говоришь? Все это было видение, так называемое, руха-кодыш. У кого? У родителей. Или одного, или обоих. Но это было видение. Не видение, в смысле того, что вы... Да, да, да. Все это было видение. Для нас, для нашей... Или одного, или второго, или обоих. Так или иначе, если поставить туда телекамень, ничего бы не увидели. Более того, то, что произошло, и Белям, и Хамор, осел говорил, и то, что... Сатан пришел, стал разговаривать, начался диалог между ними. Все это, да, было, но все это было... А все это было... Как? Все это... Это было все видение, пророческое видение. На самом деле, никогда, никакой ангел. Что? Ослица сама была или нет? Ослица оказалась, ослица была. И осел был, но не разговаривал. Осел был. Сейчас дойдем... Это его мнение, я дойдем до других мнений тоже. А этот момент, кто запечатлел, это потом Бог? Это Мошер Абейну сказал, так-то, так-то запиши. У Шер Абейну все это видел. То есть, что он видел своим правилам? да, так-то пиши. Чтобы этот случай был с Беламом, да? Да, вот так вот увидел это пророчество, так-то, так-то, так-то запиши. Что если точно имеется в виду, каждый пророк увидит, тем более, все это секрет, все это тайны, которые нужно разгаривать, что здесь имеете в виду здесь, что здесь... Но, такова... Я буквально в смысле все понимал. Смотрите, если кто... Тура так устроена. Как она устроена? Тура, это сама по себе, это учение, да? Своз закона. А все остальное, все, что там заложено, это либо для непосвященных красиво читается, красивый рассказ, можно вечером посчитать, с чашечкой кофе, так, или даже с курсончиком, с рогаликом, как это называется, с рогаликом посетить. Очень, очень хорошо, очень приятно. Но для тех, для глубоких людей, которые должны заняться более глубоким изучением Туры, это совсем другое уже будет. Такое мнение Рамбам. И поэтому любое, любое видение ангелов, которое вы встретите в пророках, которое вы встретите в писаниях, все это происходило в видении. Все это видение. Не более того. Пятаки, вы не первые и не последние, которые, скажем так, подняли брови, когда услышали это мнение. Вы были не первыми. Разумеется, еще и не последние тоже. Такое мнение Рамбам. Знаете, что очень многие, когда прочитали то, что написал Рамбам по этому поводу, они пришли к тому, одну секунду, и Рамбам особенно, Рабимуша бен Ахман, он писал, как это, когда возможно объяснить все это, одну секунду, это, что происходит, когда, кстати говоря, Яков Вавину, когда боролся с кем? С ангелом. Все это было тоже в видении, в пророческом видении Якова Вавина. Этого не было, на самом деле? Я повредил тоже. А? Я был поврежден. О, что насчет повреждения? Да, физическое. Что насчет повреждения? Татья говоря, тоже приводит, Рамбам тоже говорит, ну что, значит не хромал, что ли, когда выходит? Он же хромал, без видения уже, почему он хромал? Есть огромное разъяснение этого Донецкака Барбанель. Донецкака Барбанель, он жил 500, ровно 500 лет тому назад, он был жил в Испании, когда было изгнание евреев из Испании, он отказался от предложения Елизаветы, как ее звали, Фердинанда и Изабелла, которые изгнали, по слову, Изабель, так? Да. Так вот, он был тогда министр финансов у них, министром финансов, и он достал много денег для того, чтобы они смогли победить тогда Гренаду, Гренаду было последним оплотом мусульманского государства, последним оплотом мусульман. Он помог достать деньги для правительства, для королевской семьи испанской, и чтобы в качестве благодарности что сделала эта семья королевская? Вгнала. Что сделали? Выгнать всех евреев из Испании, изгнание. Либо они остаются, будут здесь или христиан, либо всех из нас. Ему предложили остаться в качестве исключения, можете продолжать соблюдать, можете остаться здесь, но он отказался. И вместе со всеми остальными часть из них отказали куда? В Северную Африку, часть... Потому что, смотрите, тогда тоже и в Иужатах было некуда уже. В Англии уже 300 лет до этого, по-моему, около 300 лет уже там евреям уже не было запрет жить, для евреев было запрещено жить. Они были изданы, а то еще 300 лет, евреи не жили там 500 лет. Кромвель, он человек, тот человек, который дал разрешение для евреев подняться, приехать в Англию, чтобы подняли экономику, а до тех пор не было, 500 лет они жили там. Из Франции они уже были изданы до этого. Ну, вся остальная Европа тоже была... Там можно даже в Голландии как-то, можно было еще прожить, в Италию, сейчас ехали в Италию, и можно еще было переехать куда? В соседнюю Португалию. То, что он там это и сделал. Так как они объединились с Испанией и Португалией, через несколько лет и добралась эта инквизиция, не инквизиция, а вот это вот, изгнали, добралась и до Португалии. И он был вынужден уехать тоже из Португалии. И сейчас я тоже, хоть он был самым богатым, стал как один из всех. Когда прибыл в Португалию, там его тоже сделали министром финансов. Оттуда он тоже был изгнан. То есть со всеми он не ехал тоже оттуда сам, вместе со всеми. прибыл в Италию. И по-моему, в Италии там его тоже узнали. И вот тоже местный монарх его тоже сделал министром финансов. Но там свергли, там вот там только какой-то переворот произошел, ему нужно было тоже уехать. В общем, жизнь его полна скитаний была. Но этот человек был не только умен как в финансовых делах, так в стране. Но также был этот человек очень-очень грамотным, очень мудрейшим человеком. И его разъяснения, которые, они были очень длинными разъяснениями. Знаете, как он написал, сначала писал вопросы. Вопрос там, штук 50, наверное, вопросов. А потом уже длинным ответом он давал на все вопросы. так он сделал. Историю, и навеем, кто же, и написал много разъяснений, много очень книг написал. Этот человек был очень, у него все вот такие книги, вот такие вот тосты у него. Он очень пишущий человек был. И вот он приводит вот это вот разъяснение Рамбана, что как так может быть? Что Яков Вину хромал или не хромал тогда? Как он это объясняет? Он говорит, да, он хромал, но чтобы объяснить Рамбана. Он говорил так, так говорил, он написал тоже, это он пишет к толкованию книги Мурен-Бухим. Он пишет так, вот обратите внимание, каждый из нас видел сон. Иногда сон до такой степени реалистичный у нас, происходит так, что человек, допустим, не знает, так вот, переехала машина, так он встает, а у него там во сне видит, так как будто у него переехала, допустим, машина, так? Или сбил его там. И вот он встает уже, и там у него болит, здесь и болит, там, а то до такой степени, они никогда не чувствовали такое. Что только происходит во сне, что он во сне и так встает, и стоит либо устава, либо с головной болью встает. До такой степени сон был такой сильный для него, что он воспринял, на самом деле, действительно, он будет, либо здесь будет болеть, либо там будет болеть, и так далее, и тому подобное. Каждый из нас прошел это. Так вот он говорит так, что Якова Вина, он был под таким сильным впечатлением от этого видения, то, что он увидел в своем видении, то, что он дотронулся, что он боролся с ним, то, что он дотронулся до его ноги, там был хромал. Он говорит, на самом деле, когда он встал утром, он хромал. Из-за такого сильного впечатления, видения которого он получил. И поэтому, да, Яков Вина, он хромал. На самом деле, он хромал. Таким образом, он как-то постарался объяснить Рамбама, так и здесь, и все те, все те эпизоды, которые сказаны в Торе, что говорит о них Рамбам, то, что везде, где встречался ангел, по самом деле, это был не ангел, он в самом деле видел их, а что это было всего лишь видение. То же самое и видение, которое объясняет то, что Моно, родители Чемшона, видели ангел. Тоже он написал, что это было всего видение, так далее тому подобное, и все это было. Ну, разумеется. А Йосиф когда UN Heidi когда пошел в Шхем. Да, тоже быловидение. Он видел человека же. А, это человек, да, но простой, либо это был. Сказали, что это был ангел. Да, это говорит Ищ. Что такое Ищ? Человек, может быть муж. Что такое муж? Во-первых, это либо может быть Ищ, может быть ангел, либо простой чтение. Пока то, что это был Ищ, может быть даже простой человек, когда, которую вы встречали, она встретилась, когда так и пошли. А если нет, скажите, а когда это было видение, хорошо, пускай будет видением. Так или иначе, этого не было, что там был ангел, на самом деле, есть. То есть пешком никто никого никогда не встречал. Но, однако, смотрите, опять-таки, это его разъяснение, есть разъяснения, раз, и все другие, говорят, знаете, что все, ну, как же это можно, когда писать, что, как же было, когда с лотом это было. Пришли к нему, не пришли, хотели выбить дверь, не хотели, а как они их вытаскивали, а не хотели выходить, не хотели, вывели они их и так далее. Ну, как, все так было тяжело вписать это видение, что этого не может быть. То, что Турак говорит, так это и было. Тем более, что это все было. Еще так и что, это описано, да? И говорит, в том время, Раби Аврам Бенезр говорит. Помнишь, что такое Раби Аврам Бенезр? Аврам Бенезр, он жил до Рамбама еще, он жил в той же самой Испании, но это было еще лет 300-400 до изгнания, это 1100 какой-то год это было, тогда она была завоевана, тогда она уже была мусульманской, тогда был расцвет еврейской поэзии тогда, и вот, когда она была завоевана очень фундаменталистически, фундаменталистически из Марокко, мусульманами, тогда невозможно было существовать, кроме мусульман, ни христиан, ни евре, возможно, было там существовать. Вот он скитался, это был человек, который, говорил не раз, ему очень не везло в жизнь, очень сильно не везло в жизнь, это был сейчас скитанца по всей Европе, это же мудрый человек, но он говорит так, вы знаете, что если я начну продавать свечки, бизнес открою, свечки буду продавать, лампочки продавать, как сегодня говорят, лампочки, то солнце перестанет уже заходить, всегда будет свет. Если я начну продавать тахрихим, а что такое тахрихим? Тахрихим это одежда мертвецов одевает же, так? Знаете, сколько одежды у мертвецов? Это не просто берут его закатывать там в простыню, это 8 одежд, у коэнов 9, им еще перчатки одевают, специальные варежки, это 9 таких, там это все, там беседа будет, 9, 8 одежд, и вот говорит, если я начну продавать вот эти вот тахрихим, так произойдет, что будет... Перестанут умирать. Воскрещение из мертвых будет, все, перестанут умирать. Как-то раз, он был очень бедным человеком, ему ученики хотели сделать подарок, а это был человек очень с устоявшейся в принципе, он никого ничего не принимал никогда. И вот, знаете, что сделаем так, он человек был пунктуальный, вот он каждый день, там в 7 часов 10 минут, проходит по одному и тому же мосту. Мы поставим его, собрали кошелё с деньгами, среди учеников, поставим туда, найдёт его, «О, на что это будет?» То, что нашёл, это его. Так и сделает. Вот пришёл в это князь, «А, ну здравствуйте, здравствуйте, как вы, ну как вы, дошли, ничего не встречали, может быть?» «Вот вы знаете что? Вот я сколько прохожу по этому мосту, месяцами прохожу, я подумал, смогу ли я его пройти закрытыми глазами? Я закрыл глаза и пошёл по этой дороге, ну надо, хотели бы и той, и мы его дали». А это был человек, который очень, ну это был человек, который прямолинейный человек, и он никогда, со словами никогда не отказывался, он всегда был правдивый человек, только лишь истина касалась, была перед его глазами, как говорится. Я вам говорю так, вот насчёт вот этого осла, осёл, да, был на самом деле, он был говорящим ослом. А что тут такого? Почему звери не могут говорить? Мозгов нету, так интеллекта нету, и самое главное, глотка устроена так. Да, допустим, попугами как-то издают какие-то, допустим, попугаи, также вороны, они умнее, чем попугаи. Они могут издавать человеческие голоса, но она как гортами устроена так, что они не могут выделять оттуда вот такие разговоры. Ну прекрасно было, чудо, он стал разговаривать. Это возможно. То же самое, как и змея в Ганедене, так говорили, там змея разговаривают, так? Так вот, рабам говорит тоже там, всё, что там было, тоже было, морены в ваду, это тоже было видение. Раби Аврам Бенезарь говорит, ну что, там она тоже была, может быть, была змея такая говорящая, возможно, это тоже. А то, что она ходила, тоже было видение? Да. Да. А Раби Аврам, это было видение. человека, это описывается его, это сердечные вот эти вот, наши пристрастия, так, что вот эта змея олицетворяет наше желание, запрещено наше желание. Вот это имеется в виду змея, и так далее. Вот он описывает это очень глубоко, как можно описать это всё. Так запрещено наше желание. Если вам есть желание, давайте, можно это окошко приоткрыть? Я извиняюсь, конечно, что вы не заснули, у меня есть ребята ожиры. Комары зайдут, да. А, те окно не открываются, да? Они у всех кладут комары зайдут. А, комары зайдут? Хорошо. Это сломано. А, это сломано. Хорошо. Так, поедем дальше. Давай. Так, Раби Аврам, как? Да. Когда Шем создавал человечество и животных, это и нету, противовеса нет, она падает. Да, да. Так, как Шем создавал человечество, он человечеству дал интеллект. Да. Животным, он отделил это. Да. Так, животные, значит, не могут разговаривать? Они говорят с вами в языке. Вы, разговаривать чрезвычки нет. И вот именно в человеке, в человечественном языке, они могут сейчас... Они могут общаться между собой, есть такое? У них есть коммуникация между собой. То, что между ними, мне неинтересно. Я сейчас говорю за... Разговор... ...за того с лицу, который имел диалог с Виламом. Да. Как это... Возможно, да. Всевышний сделал такое чудо, что он заговорил, а почему бы и нет, почему он не может говорить? Вот он нет, никто нет, а в этом... Все это в рамках возможного, да? Но это не было... Здесь нету ничего. Но это... Арабьям Рамбе заговорит. Это не было видение, говорит. Это на самом деле там осел говорил. Почему бы и нет? Что осталось не может говорить? Это ему не было. Значит, это было какое-то чудо. Так сказать? Да? Ну а как же? Ну? Представляете, ваша собака начнет говорить с вами. Если собаки на двух ногах разговаривают, это другое дело, это на четырех. Ну это уже другое дело, это меняет обстановочку здесь, потому что... С Рамбе было проблематично, да? Потому что здесь есть... Здесь уже, значит, идет тема о чуде... Это было... Разумеется, это было полное чудо. Разумеется, это было чудо, то, что ослы говорят, это было чудо, и змей говорят, это тоже было чудо, и так далее. Все это было чудо. Но это возможно, это все в рамках возможного. Есть чудеса, которые не могут быть. Об этом поговорим, что такое чудеса. Чудеса могут... Мы говорили даже об этом уже, помните, когда мы освещали тему сотворения мира, так? Есть вещи, которые быть не могут. Допустим, вот квадрат, так, вот здесь квадрат, не может быть, что квадрат, вот эта вот плоскость квадрата, так, оно будет короче, чем сторона, вот это угол квадрата. Логически невозможна такая вещь. То есть не все, что ты думаешь, оно может быть. Есть вещи, которые невозможны сами по себе. Как Бог сказал, слона через иголку могут протянуть. Ну это да, но это еще, это может быть, это логически возможно. Допустим, осьминог, какой огромный, так? Осьминог, 8 метров длины. Знаете, что может пройти через 6 сантиметров, вот такой чуть больше спичек? Через вот такое вот отверстие он может пройти, 6 сантиметров есть, да? Вот огромный такой осьминог может пройти через это вот отверстие. Вот огромный осьминог, огромный, как они могут пройти? У них нет костей. И он очень мягкий, жилистый. Но у него есть один хрящик. Хрящик между глазами, этот хрящик, это единственный хрящик, который около 6 сантиметров. Поэтому, если бы и этого не было, он бы пролез бы и через эту дырочку тоже меньше, чем это. Он так может скручиться и прогнать. Ну как это? Возможно, возможно. Но есть вещи, которые невозможны, это другое дело. А то, что Асламов говорит, это может быть. Для чего Белому нужно было отслиться, чтобы она ему что-то сказала? У него же было пророчество, у него же были вот эти все данные. Чтобы показать ему то, что этот осел видит больше, чем ты. Ты думаешь, что ты сам умный, даже осел видел этого сатана, ангела смерти. А ты даже ослы видел, а ты не видишь. Разве это не позор? Показать человеку, кто он на самом деле. То есть самая низшая прослойка говорит ему, кто ты из себя представляешь. Это же ужас. Поэтому здесь и говорит Рамбам следующее. Он говорит, это не так. Он говорит, что все, что мы видим, ангелы, все это абсолютно в пророческом видении. Однако все остальные говорят не так. Опять-таки, есть у нас два толкования. Можете выбрать так, можете так. Однако мнение Рамбама гораздо, гораздо говорит. Поэтому говорит, что здесь все эти раскания гораздо глубже, чем мы себе представляем. Поэтому, по его мнению, как вообще описать ангелов, это одно из самых тяжелых, наверное, тем, что это один из самых больших тайн в иудаизме. Как вообще описать ангелы, как таковые вообще. Это очень огромное. Как он это делает, так это просто... Такой голодом саметов нужно, чтобы понять. Как он дошел действительно до такого мнения, что вот именно это было видением, что вот это вот, не просто как мы с вами понимаем этот рассказ. Как он дошел до этого мнения? Ну, во-первых, те вещи, те... Есть некоторые... У наших хазал, у хазал, наших мудрецов, есть подобные мнения, которые истолковываются вот так. Истолковывать это иначе невозможно только лишь как калегория всего лишь. И поэтому это истолковывает. И он дальше идет по этому мнению. Он вообще, он был очень реалистичным человеком. То, что касается метафизика, то есть духовности, это полностью духовно... То, что касается физического, это полностью физического. То есть это был человек очень реалистичным человеком. И проанализировав ту информацию, которую он получил от своих учителей, и обобщив то, что он видит, он пришел к этому мнению. То есть именно это формировка была, да, и не другая? Нет, почему же? Опять-таки, нужно изучать его Тору от начала до конца, чтобы понять, надо зайти туда гораздо глубже, как он это все описывает. Он описывает это все, он объясняет себе, почему и как. А в том, что у него так, он говорит о том, что весь духовный мир, уляма-бах, то, что называется так, все это духовная вещь. Это не то, что мы с вами представляем, что там и сидят, и загорают, и там то, что описывается, все это аллегория абсолютная. Он говорит так, таково, говорит наше мнение, наши мудрецы, это так мы это получили. То, что это грядущий мир, не физический мир, это духовный мир. Мне бы хотелось еще одну, еще одну деталь, за которую мы здесь ставим. Те видения, которые у нас есть. Дело в том, что не каждое видение у каждого пророка видится одинаково. Мы с вами говорили о том, что каждый пророк он видит именно так, как он может видеть на своем уровне. Уровни у каждого пророка они должны быть совершенно разными. Так как у каждого человека есть свое восприятие, есть свой уровень знаний. То есть каждый человек он устроен по-другому. Поэтому здесь я тоже можем по-другому. В следующий раз мне бы хотелось с вами в следующем уроке разъяснить, какие есть уровни в пророках, в прочих видениях, и какие есть уровни в Роха Кодыша. Мне бы хотелось немножко поговорить о нашей недельной главе. С вашего разрешения. Парашат Бехукотай. Дело в том, что... Если хумаша нету, да? Есть, есть. Можно хумаш, так? Хумаш говорит так. Не надо выключить, оставьте его. Хумаш говорит так. Им бехукотай телехов, ветницватав шмору, ва аси тем отам. Есть... Баал Турим... Ой, спасибо вам большое. Пожалуйста. Благодарю. Есть Баал Турим. Баал Турим. Раби Яков. Бен Ашер. Его отец его звали Рабей Нуашер. Это Тур, который... Да, тот же самый Тур. Он написал Тур Вет Ясер. Тур. Арбат Турим. Там говорит такую вещь. Кто это был человек? Это был человек. Его отец был Рабей Нуашер. Рабей Нуашер он жил тогда в Германии. Тогда около 700 лет тому назад. И как в те времена было положено, хотели... очень часто брали в заложники тогда знаменитых раввинов и требовали выкуп. И он был вынужден бежать. Он бежал тогда из Германии, тогда это было так называемое Ашкинас, и убежал в Испанию. И так, когда он прибыл в Испанию, то сказали все, вы знаете, что мудрее человека и лучше невозможно идти. А Испания, сами понимаете, это Сефард, так называемая Восточная община. Но так как больше у него раввинов такого не было, его назначили главным раввином, которые приехали из Ашкиназа, был главным раввином Испании, так называемый Сефардов. У него был сын, Раби Яков. Он написал, так мы знаем, и Арбат Турим, и к этому написал еще Бейти Иосеф и Шухонарух. Это у нас знаменитый Арбат Турим написал Раби Яков. Он также написал и разъяснение, толкование Турим называется Ба'ра Турим. Так называют его Ба'ра Турим. Там он говорит так, им беху кутай тэлехо, если прочитать на иврите, эта аббревиатура выходит с первых букв, это алиф бет тав, а вот. Там он говорит так, если пойдете бет тэрых а вот, если вы будете ступать, шет тэльхо, то есть идите по стопам ваших отцов. Кто такие стопы наши отцов? Авраам и Цагвы Яков. Здесь напрашивается вопрос, одну секундочку, чем отличие, в чем отличие и в чем превосходство пути наших праотцов от пути Туры? Он так и разъясняет, говорит, им беху кутай тэлехо, тэльхо ба дэрыха вот, идите стопами наших отцов. Почему наших отцов? Авраам и Цагвы Яков имеется ввиду. Почему не стопами Туры? Он говорит так, знаете что? Есть махлокит у нас разногласия о том, вот праздник, как он должен проходить? Что есть имеется ввиду? Либо в праздник ты только лишь веселишься в этот день, воровав ей слово кайф. Сидеть и кайфовать. Либо, для чего нам даны субботы и праздники? Чтобы сидеть, пить, можно называть? Чтобы было свободное время, в конце концов, всю неделю люди работают, а? Времени для духовности нет, чтобы было время прийти в синагогу, сидеть и учиться, а что еще делать в этот день? Он говорит так, что там рассказывается о празднике Шавуот. Вот Шавуот. Вот в этот праздник что нужно делать? Должен сидеть и кушать целый день, веселиться. Либо ты должен только сидеть в синагоге, сидеть и учиться. И, допустим, Тору, ты хорошо, ты Тору, получаем софер Тору, мы получили в этот день, тогда для чего? Для того, чтобы сидеть и кушать, плясать и танцевать. Он приводит еще одну геморрору. Рабиушев Афруман. Он говорит так, есть Масахи в Бейцах. Написано так. Почему Ам Исраэль получил Тору? Потому что беглящих им азим. Потому что они очень... Азим можно сказать... Грубый... Грубый, резкий, наглый. Почему Дона Тору и Сэ? Потому что они наглые. Азим. Как красиво перевести это на русский язык. Тут разводится все руками, как это может быть? Что геморрор имеется в виду? Почему Исраэль получил Тору? Потому что они самые... Самые... Очень... Очень жестокие, так? Не жестокие, вот очень... Упрямый, упрямый, есть упрямый. А Азим это не упрямый. А Азим это... Это граница с грубостью. Без границы. Это граница с грубостью. Без башни? Да. А? А? Нет, нет. Азим это с грубостью, связано с грубостью. Неприличной грубостью. Есть Бенишхай, который это объясняет. Он говорит так. Вы знаете что? Почему... А Бенишхай говорит... Вот если бы не Туран нам дана. Так, иудей, сам по себе, без Тора это будет очень... Очень страшное бествие может привести. Без Тора? Да. Вот, допустим, возьмем простой пример, так? Троцкий. Дойдем до Троцкого. Карл Маркс. Карл Маркс. Сколько горя в мир он принес простым своим пером. Написал Капитал. Заморочил горе.